Молдова возобновила экспорт кукурузы. Власти отменили запрет введенной комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за войны в Украине, который действовал с 1 марта. Этому предшествовали многочисленные обращения аграриев, ведь, по их мнению, запасов кукурузы в стране достаточны. Более того, производители нуждаются в финансовых ресурсах в преддверии сезонных полевых работ. В Министерстве сельского хозяйства сочли необходимым возобновить экспорт кукурузы и заверили, что это не отразится на продовольственной безопасности государства. 27 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела запрет на экспорт кукурузы и ее производных ради обеспечения продовольственной безопасности страны на фоне начавшейся войны в Украине. Исключением являлись семена, предназначенные для посева. Запрет вступил в силу 1 марта. Однако сами фермеры все это время требовали отменить введенные ограничения из-за невозможности продать урожай прошлого года, которого, по их словам, в избытке. С другой стороны, фермеры посетовали на отсутствие финансовых ресурсов для проведения сезонных полевых работ. В нынешних условиях тонна кукурузы на международном рынке стоит около 350 евро, поведал нам глава Ассоциации экспортеров зерна. Игорь Григорьев также полагает, что запрет на экспорт кукурузы необходимо отменить, иначе фермерам не справятся с затратами. Сельхозпроизводители и прежде всего фермеры нуждаются в денежных средствах, кэшфлоу, чтобы приступить к весенним работам, обработать почву, завершить пассивные работы, обеспечить должный объем удобрений, приобрести топливо, которое, к сожалению, сегодня достигло очень высокой отметки. Все сельхозпроизводители рассчитывали на продажу кукурузы. Обеспокоен сложившейся ситуацией один из руководителей предпринимательского кооператива, у которого введение больше 100 тысяч гектаров сельхозугодий. Статистика не создает определенные показатели, а лишь собирает данные. Если разобраться, скорее всего, эти цифры были неверно предоставлены нашими фермерами. Мы надеемся, что через несколько дней положение дел вернется в нормальное русло и экспорт возобновится. В профильном ведомстве нам пояснили, что решение о временном запрете экспорта было принято из-за недостоверных статистических данных, предоставленных самими фермерами. В частности, некоторые экономические агенты по имеющимся данным не указали никаких запасов, что вызывает вполне резонные сомнения, говорит госсекретарь Минсельхоза. Поэтому на последнем заседании в правительстве было решено разрешить возобновление экспорта кукурузы. Власти также заверяют, что запасов зерна достаточно. У нас есть районы, где по переданным в ведомство данным нет запасов кукурузы. Это невозможно. Неужели ни у одного экономического агента оттуда нет кукурузы? В этом случае, да, было бы правильным остановить экспорт, пока мы не разберемся с точными расчетами по стране. Но, с другой стороны, следует задуматься об аграриях, которым нужны деньги, чтобы приступить к весенним работам. Поэтому было принято решение возобновить экспорт кукурузы. В прошлом году кукурузой было засеяно порядка 500 тысяч гектаров угодий. С осени прошлого года до 27 февраля, когда был введен временный запрет, Молдова экспортировала больше 1 миллиона тонн кукурузы, в основном в Турцию. При этом годовой объем потребления данной культуры составляет около 1 миллиона 300 тысяч тонн. В настоящее время государственный запас кукурузы составляет около 2,5 миллионов тонн.